Вот перед вами стадион Айсберг. Это самый золотоносный стадион во всем Олимпийском парке, потому что из 13 золотых медалей, которые были выиграны именно здесь, 6 нам принес Айсберг. И хоккейную арену Шайба, и конькобежный центр, и главный Олимпийский стадион Фишт. Ветераны со всего края вот так шаговые доступности видят впервые. Поездку в Сочи для них бесплатно организовали власти региона. На комфортабельных автобусах полторы тысячи человек объехали не только достопримечательности прибрежного Олимпийского кластера, но и увидели, как изменились горы в Красной Поляне. Там тоже запланирована экскурсия. Красота в один голос говорит большая ветеранская сборная края. И чувствуя себя чемпионами, фотографируются на фоне всего, что было построено в Розе Хутор к играм. Обменивается впечатлениями членов ветеранских организаций из разных районов края на большую встречу в одном из пятизвездочных отелей рядом с Олимпийским парком. Я не знаю, какой рай, но мне кажется, что я за эти дни побывала в раю. Больших, высших впечатлений у меня и не было пока. Честно говоря, грандиозное сооружение. И вообще мне все понравилось. Знаете, это что-то неотразимое. Все впечатляет. Все красиво, все организовано. Все просто необыкновенно. На эту встречу ветеранов ТОСовцев, словом, весь актив старшего поколения региона пригласил губернатор. Большая аудитория обсуждает тот патриотический подъем, на волне которого страна отметила недавно 69-ю годовщину Великой Победы. И поводом для гордости стало не только возвращение Крыма. Огромную роль сыграла Олимпиада. Согласитесь, что, наверное, после распада Советского Союза за последние 20 лет мы, россияне, жили с чувством какой-то внутренней пустоты. Все это время, наверное, каждый из нас спрашивал себя, куда делась та великая страна, где ее мощь. Нам нужны с вами не только высокие экономические показатели, сколько, наверное, общая вера, идея, общая победа. Нам всем необходимо было поверить в себя, поверить в свои силы. И, конечно, нам всем нужна была прививка патриотизма. Вот этой прививкой, образно выражаясь, для всей страны, для нашей Кубани, стала Олимпиада в Сочи. В ответ всем тем, кто защищал честь страны на Олимпийских играх в Сочи. Ветераны говорят, не было бы победы в войне, не было бы и самой Олимпиады. В следующем году страна будет отмечать 70-летний юбилей победного мая 45-го. Фронтовиков становится все меньше. На встречи со школьниками приходят уже те, кто были детьми в военные годы. И тем не менее, память о страшных сороковых бережно хранят и в школьных музеях, и в музеях боевой славы в каждом городе крае. Ежегодно на Кубани проходят десятки памятных акций. Одна только без козырка в Новороссийске собирает тысячи человек. Мы, ветераны, призываем молодежь Кубани объединить усилия в возрождении патриотизма как основы укрепления российской государственности. Наступило время восстановления величия нашего Отечества. Только патриотическое общество способно воспитать достойных граждан. Гражданственность и служение на благо общества – вот те черты, которые всегда отличали молодежь России и Кубани. Сегодня в ветеранских организациях края больше миллиона человек. Ветераны Отечественной войны, труженики тыла, участники афганской, чеченской кампании. Советы проводят не только большую общественную работу. Многие в эти организации обращаются за помощью и поддержкой. Вы знаете, для меня небезозлично, как живут ветеранские организации, какие испытывают проблемы, трудности, какие успехи. Потому что, естественно, каждый развивается по разному, в силу разных обстоятельств. Естественно, поддержки власти на местах. Вы должны доносить до меня именно информацию, как работают главы, какие есть проблемы. Делиться хорошим, позитивным опытом. Я за то, чтобы с вами выстраивать прямой диалог, разговор. Мы должны быть открыты, и я должен знать, я хочу знать, как вы живете на местах, как живут ветеранские организации. В свою очередь ветераны интересовались будущим региона. Те темпы, которые набрала сегодня Кубань, конечно, во многом благодаря Олимпиаде, край сбавлять не намерен, заверяет Ткачев. Опыт, приобретенный здесь, в Сочи, будет растиражирован по всему краю. В планах масштабная реконструкция и благоустройство и краевые столицы, и изменения в районах. Хочу сказать честно, это была моя инициатива, чтобы привести вас сюда. Чтобы вы действительно посмотрели. Спасибо большое, я так понимаю, вам понравилось. Хорошо. Вам спасибо большое. Чтобы вы посмотрели и окунулись в эту атмосферу Олимпийского движения в Сочи. Это действительно все, что лучшее у нас есть в крае, а на самом деле это лучшее в стране. И потому что я уверен, что жители нашего края, прежде всего, должны пользоваться этими благами. Я хочу, я мечтаю, чтобы весь край, весь край именно здесь побывал. И пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех вас. Всех вас, потому что это была народная стройка. Ваши сыновья, дочери, родственники работали на Олимпийской стройке. Мы здесь представляли нашу страну, великую страну. И мы сделали невозможное. Все, что здесь построено, все, что сделано, я ставлю задачу, должно служить жителям нашего края. И прежде всего, нашим ветеранам, людям, которые создавали нашу Россию и нашу Кубань. Поэтому все ваши поездки в Сочи будут, безусловно, как я уже говорил, регулярными. И на особых условиях вам будут представляться и услуги, и процедуры, и лучшие пляжи в стране. Это все для вас. И обещаю, что лично буду следить за этим. После встречи ветераны долго не отпускали главу региона. Фото на память с Александром Качевым, представители старшего поколения, добавят в свой Олимпийский альбом. Что же касается экскурсионной программы, она продолжилась вечерним посещением Олимпийского поющего фонтана. Яна Москаленко, Денис Перец, Денис Москаленко, 9 канал, Сочи.